Ваши компании в рекламной сети Яндекса не приносят прибыли? Секрет успеха в рациональном подходе и в четком понимании работы данной системы. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня я расскажу вам секрет успеха рекламных компаний в Яндекс Директе в РСЯ, а также расскажу вам о последней новости и изменении, которые перетерпела РСЯ в Яндекс Директе в 2020 году. Рекламная сеть Яндекса это система размещения рекламы на сайтах-партнерах Яндекса, а также на сервисах Яндекса. Яндекс открывает доступ рекламодателям Директе более чем к 40 тысячам рекламных площадок. Это и мобильные приложения, и сайты, и также приложения для Smart TV. Партнеры Директе получают прибыль за то, что они предоставляют возможность показа рекламы на их сайте, а сами рекламодатели получают в то же время трафик и новых клиентов. Среднесуточная аудитория площадок рекламной сети составляет более 65 миллионов пользователей, 50% из которых не пересекается с аудиторией Яндекса. Дайте мне знать, используете ли вы рекламную сеть Яндекса, настраиваете ли вы компании РСЯ или же вы предпочитаете больше поиск и напишите откуда у вас больше приток трафика клиентов или лидов с РСЯ или с поиска. Замечали ли вы разницу? Ну а если вы никогда не настраивали компанию РСЯ и задумываетесь над тем, вообще стоит ли ее настраивать, подойдет ли она вашему типу бизнеса, тогда оставайтесь и давайте разберем, кому же подойдет настройка РСЯ компании в Директе. Итак, реклама в РСЯ будет особенно эффективна для тех товаров и услуг, решение о покупке которых происходит не за один день, точно не за одну секунду и может занимать от нескольких дней даже до нескольких месяцев. Ну, например, это бытовая техника, покупка ее или же покупка недвижимости. Также компания РСЯ отлично подойдет для каких-то товаров и услуг, которыми клиенты пользуются либо часто, либо периодически. Например, различные косметологические услуги или же доставка еды, химчистка, к примеру и так далее. Также сюда попадают и событийные услуги, например, концерты, выставки, кино и ну что-нибудь в этом духе, а также те продукты, которые еще не представлены на поиске. Итак, почему же стоит все-таки размещать рекламу в сетях Яндекса? Конечно, в первую очередь это потому, что здесь доступен огромный выбор форматов для рекламы. Здесь размещается как контекстная реклама, так и медийная реклама. Есть отдельный набор форматов для мобильных приложений рекламы, также для мобильных сайтов, для видеорекламы на видео сайтах и также для цифровой наружной рекламы. Во-вторых, точное нацеливание. Гибкие настройки условий показа помогут каждому рекламодателю найти свою именно аудиторию и показывать свою рекламу именно точно заинтересованным покупателям. Технология машинного обучения сможет каждому посетителю подобрать нужное и интересное для него предложение. Ну и, конечно, самый важный пункт это защита бюджета, постоянное автоматическое отслеживание качества трафика и видимости вашей рекламы, защита от скликивания и накрутки показов. Специалисты Яндекса постоянно отслеживают фронт и делают все возможно, усовершенствуя все свои системы и методы для того, чтобы вашу рекламу не скликивали. Ну, а автоматическая корректировка ставок поможет вам сэкономить, снижая цену за клик, если система понимает, что вероятность конверсии как бы не очень высока. Что же это за площадки? Это Яндекс Видео, Яндекс Главные, также сайты групп Авито, Mail.ru, мобильные приложения Оперы, Майкрософта и многие-многие другие. Также Яндекс начал предлагать специальный формат рекламы, заточенный под TikTok. Видео будет создаваться автоматически из картинки, текста с описанием, аудиодорожка также автоматически будет подходящая накладываться и также элементы взаимодействия для пользователя. Совсем недавно Bitjo Technologies стала официальным партнером рекламной сети Яндекс, благодаря чему RSE получила новый рекламный инвентарь из соцсетей Likey и IMO, с помощью которых рекламодатели в Direct могут взаимодействовать с молодой и вовлеченной аудиторией. Bitjo занимается разработкой видеосервисов. Их аудитория в России постоянно растет и при этом 60-70 процентов их пользователей составляет молодая аудитория поколения Z. Какие же площадки есть еще в RSE? Ну, во-первых, Яндекс принимает в свои партнеры только качественные и многопосещаемые сайты. Если же сайт решил стать партнером Яндекс Яндекса, то он должен подать заявку, после чего он будет проходить многоступенчатый уровень модерации на соответствие правилам. Во-первых, такой сайт должен иметь русскоязычную аудиторию, обязательно на платном хостинге. Чтобы показывать рекламу для Яндекс Директа, вот эти вот блоки на своем сайте, сайт должен иметь посещаемость около 100 человек в день, где-то в течение месяца. Конечно, там должен быть только качественный и полезный контент. Все сайты, которые не качественны, с некачественным контентом или недостаточно большой аудиторией, а также сайты, которые созданы исключительно для того, чтобы зарабатывать на размещении рекламы, они удаляются из партнеров Яндекса. Поэтому, если вы заметили какой-то вот такой вот плохой сайт, вы всегда можете написать форму обратной связи в техподдержку Яндекса и они обязательно проверят эту заявку. Если же сайт действительно окажется некачественным, то такие сайты исключаются из партнеров Яндекса. Итак, какие же виды объявлений можно делать в RSE? Во-первых, можно делать текстово-графические объявления или же обычные объявления. Для компаний типа текстово-графические объявления, а также для мобильных приложений вы можете просто к существующему объявлению текстовому добавить изображение. Правильно подобранное изображение поможет привлечь больше и сразу же внимания к вашему объявлению, а также сразу даст понять суть вашего предложения вашим потенциальным покупателям. Для того, чтобы добавить изображение к объявлению, вы можете это сделать в процессе создания объявления, либо же в процессе его редактирования. Просто на блоке редактирования объявления выберите блок дополнения, выберите изображение и выберите способ загрузки нужного вам изображения. Также обратите внимание на технические требования к изображению. Для обычных текстовых объявлений вы можете использовать изображение 450 пикселей по каждой стороне, для мобильных приложений 1080 пикселей, также это png, gpg или же gifka формат, будет использован первый кадр, помните об этом, и максимальный объем веса изображения составляет 10 мегабайт. После загрузки изображения вам потребуется выбрать формат, в зависимости от формата будет меняться соотношение сторон изображения, для стандартного изображения от 1 к 1 до 4 к 3, а для широкоформатного 16 к 9, так что обязательно смотрите на видимую область изображения, которое вы выбрали. Мы же рекомендуем свою очередь выбирать как стандартный, так и широкоформатный формат, потому что таким образом вы просто увеличиваете шансы показа вашего объявления на большем количестве площадок. Обязательно убедитесь, что изображение качественное и четкое, что оно соответствует тексту заголовка и самому описанию объявления, также что оно соответствует содержанию страницы, куда вы ведете рекламу. Также не забывайте, что водяные знаки и логотипы не должны занимать больше 20 процентов изображения. Исключением является, если же этот логотип или водяной знак находится на товаре самом, на упаковке, или же это какой-либо скриншот приложения. Ну и также текст на самом изображении, как и сам текст объявления, должны соответствовать всем требованиям и правилам. Ну и, конечно, тут возникает логичный вопрос, как же создать хорошее текстографическое объявление. Ведь хорошее текстографическое объявление не просто поможет привлечь нужную вам аудиторию, она также сэкономит вам хорошо ваш рекламный бюджет, ведь вы можете получать больше объем трафика по гораздо более низкой цене. Итак, для этого нужно выполнить всего лишь несколько простых действий. Во-первых, работайте с элементами объявления. Прописывайте качественно текст и заголовок объявления. Для этого, кстати, используйте нашу утилиту качества оценки заголовка. Также добавляйте в объявления цену. Указывайте самую важную информацию с помощью дополнительных быстрых коротких ссылок. Покажите свои преимущества с помощью уточнений. Не пренебрегайте виртуальной визиткой, обязательно ее заполняйте. Также подключите чат общения с пользователями. Добавьте отображаемую ссылку. Ну и собственно само изображение также не забывайте добавить. Итак, мы попадаем с вами в область, где создается текстово-графическое объявление. Прописываем все поля заголовок объявления. Не забываем также прописывать дополнительный заголовок. Ну и собственно текст объявления. С правой стороны мы видим вот здесь вот количество максимальное символов, то есть для первого заголовка 35 символов, для дополнительного 30 и для текста объявления не больше 81 символов. С правой стороны мы будем видеть как отображается наше объявление. Далее мы передвигаемся к изображению и видео и нажимаем на плюсик, чтобы добавить изображение, так как это текстово-графическое и оно повышает нашу кликабельность. Так, выбираем подходящую картинку нам, загружаем. Вот здесь мы можем выбрать стандартное изображение, либо же посмотреть, как будет все выглядеть в широкоформатном изображении. Повторюсь снова, я советую вам использовать как стандартное изображение, так и широкоформатное изображение. В командоре это делать еще быстрее и проще. И нажимаем сохранить. После этого мы спускаемся ниже и видим у нас здесь контактная информация, виртуальная визитка. Обязательно ее также заполняем, не забываем о ней. Заполняем все поля, название нашей организации, контактное лицо, номер телефона, ОГРН, если у вас есть, электронная почта, адрес также не забывайте указывать, офис, время вашей работы, мессенджер, который у вас есть, здесь есть и скайп, мейл.ру, агент, ICQ. Кратенько рассказывайте о своем товаре или услуге. Вот так вот выглядит у нас с правой стороны объявление, можем посмотреть, как оно будет отображаться. Вот здесь вот у нас заполнена вся информация и нам нужно нажать кнопочку сохранить. Далее мы спускаемся ниже, переходим к дополнениям и в дополнение мы можем задать цену в объявлении, нажимая на вот этот вот карандашик, здесь вы можете указать свою старую цену, префикс от, либо же до, либо же без префикса, допустим, берем до, указываем цену, к примеру, вот здесь выбираем валюту, доллары США, и можете указать старую цену. Также нажимаете просто кнопочку сохранить. Дальше переходим в уточнение. Как вы видите, это добавляет вам 5,2% кликабельности. Вот здесь вы можете найти уточнение, если у вас уже какие-то есть, вот как у нас, допустим, и выбрать уже из них, допустим, собственные утилиты, там 700 лет опыта, тыры-пыры, и можете, например, если у вас здесь нет никаких уточнений, то вы можете прописать, например, реклама в соцсетях, и нажимаю добавить. И все, вот у вас появилось здесь вот также новое уточнение, и нажимаете сохранить. После уточнения мы переходим к быстрым ссылкам и также их прописываем. В быстрых ссылках мы прописываем заголовок, который может содержать не больше 39 символов, описание, ссылку на сайт. Не забывайте, конечно, проставлять UTM-меточку. Для этого воспользуйтесь нашей утилитой по созданию UTM-меток. Вы можете прописать уже не просто 4 дополнительные ссылки, а гораздо больше. Можете добавить до 8 быстрых ссылок. Но помните, что суммарная длина заголовка в быстрых ссылках должна не превышать 66 символов на каждые 4 быстрые ссылки. И когда вы заполните первые 4 быстрые ссылки, у вас появится лимит в 66 символов еще на 4 быстрые ссылки. Так что обязательно об этом помните. Чтобы добавить ссылку, нужно нажать на вот эту вот кнопочку. И после этого просто тоже нажать кнопку «Сохранить». Кстати, не забывайте, что после виртуальной визитки, конечно же, вы вставляете ссылку. Также вставляйте ее с помощью, точнее, с UTM-метка, чтобы вам легче было отслеживать, откуда перешел клик. И отображаемую ссылку не забывайте вот здесь вот обязательно прописывать. Графические изображения помогут, в свою очередь, пользователям понять суть того, что вы предлагаете, всего лишь при помощи одной картинки. Выглядит это как изображение, а клики по ним переводят на сайт рекламодателя. Показываются такие изображения только в сетях. За счет большого изображения графические объявления привлекают к себе внимание, и они могут помочь понять быстрее суть вашего предложения. Также, чем больше площадок подходит под вашу рекламу, тем чаще будет выбираться данный тип объявлений. Существует много форматов для данного типа объявлений, и чем больше вы будете их использовать, тем больше вы увеличите шансы на показы вашего объявления на разных площадках. Графические объявления помогут создать отношение к бренду, связать психологические ассоциации с вашей компанией, с вашим брендом. В Яндекс.Директе существует конструктор креативов, который поможет создать вам самостоятельно, без чьей-либо потусторонней помощи, крутые графические объявления на основе существующих шаблонов. Вам не нужен для этого никакой опыт, специальные навыки или же знания. Всего лишь за несколько минут вы можете создать совершенно крутые графические объявления без помощи профессионального дизайнера. Вы можете создавать неограниченное количество объявлений совершенно бесплатно. Работать в рекламной сети Яндекса стало гораздо удобнее, так как обновился интерфейс конструктора блоков, а также появилась возможность выбрать отображение некоторых блоков. Итак, чтобы нам сделать с помощью креатива графическое объявление, мы просто переходим в пункт «Редактировать объявление» и нажимаем «Добавить объявление». Здесь мы выбираем формат. Нам как раз нужно графическое объявление. Вот здесь мы создаем креатив, который хотим. Вот здесь мы можем создать новый, либо же сделать адаптивный шаблон. Адаптивный шаблон подразумевает собой, что объявление будет автоматически сжиматься до нужных размеров в площадке, что очень удобно. В последнее время мы его часто используем и вам советую также его протестировать. Также вы можете выбрать из ранее созданных креативов, если вы уже когда-либо создавали креативы, либо же загрузить с компьютера по ссылке, либо же выбрать из ранее загруженных. Ну, мы сейчас рассмотрим, как создать нам новый креатив. Мы попадаем в меню шаблонов стандартных, где мы видим, как будет выглядеть тот или иной креатив. То есть, допустим, в этом случае у нас будет полностью картинка. На картинке мы можем добавить логотип, основной и дополнительный текст, и текст кнопки. Следующий шаблон у нас это картинка вверху, внизу такое белое поле, точно так же основной дополнительный текст, текст кнопки, но вот здесь еще добавляется текст спецпредложения. Либо же вот такой креативчик, где вот где луна и горы, с правой стороны это наша будет картинка, а с левой стороны, соответственно, текст, логотип и текст кнопки. Ну, или же вот последний вариант, либо же адаптивный креатив. Ну, вот, допустим, давайте разберем на первом, мы создаем на основе. Загружается у нас вот такой вот конструктор, с левой стороны мы видим размеры. Можем оставить все размеры, в принципе, я советую так делать, так как у вас будут все размеры для всех площадок. Либо же, если вы знаете, что хотите конкретно вот этот размер, просто берете, ставите галочку, либо снимаете галочку с ненужного, все очень просто. С правой стороны перемещаемся и видим конструктор, где нам предлагают, во-первых, добавить изображение. Нам нужно добавить файл. Нажимая сюда, мы можем выбрать из библиотеки, либо же выбрать из ранее использованных, загрузить по ссылке, либо же загрузить с компьютера. Если мы нажимаем выбрать из библиотеки, мы увидим кучу всяких картинок, которые нам предлагают. Нажимаем на кнопочку выбрать, выбираем размер изображения, допустим, обрезаем все размеры. И вот здесь нам показывается, как будет выглядеть с нашей картинкой наше графическое изображение. И нажимаем использовать и получаем вот такой вот вариантик. Так, с библиотекой понятно. Можем выбрать и с компьютером, загружаем с компьютером нашу картинку, которая нам нравится больше всего. Те же самые манипуляции проделываем. Делаем нужную нам обрезочку. Здесь вот есть, видите, всякие разные размеры, поэтому смотрим, обрезаем и нажимаем на кнопку использовать. Выбрать из ранее использованных. Вот здесь мы видим, что мы уже какие-то делали креативы, соответственно, у нас они сохранились в базе. И мы можем просто нажать на кнопку выбрать и выбрать уже использованный креатив. По ссылке все очень просто, мы просто находим картинку, находим ссылку и вставляем. Далее рассматриваем цвет рамки. Вот здесь такая огромная палитра, передвигая внизу ползунок, вы можете выбрать любой понравившийся вам цвет. Вот здесь с правой стороны будет видно, как рамка меняется. Видите, вот здесь вот такая вот красненькая получается, вот тут больше такая зеленая. Ну, в общем, здесь можно играться и играться. Выбираем основной текст, который мы хотим прописать, прописываем его. На картинке сразу же оно подтягивается, мы смотрим, как оно изменяется. Можно также выбрать цвет текста, абсолютно любой, какой нам хочется. Все та же палитра, смотрим, как она тут у нас, что нам больше всего нравится, какой цвет, как нам кажется красивее смотрится, то мы и выбираем. Выбираем, дальше мы переходим к кнопке, вот здесь вот текст кнопки. Прописываем наш текст кнопки. Допустим, получить предложение. Или же, ну, кстати, вот получить предложение, видите, рисуется минус 3. То есть, это означает, что на 3 символа мы больше написали, поэтому пишем что-нибудь другое. Заказать там, позвонить, ну, все, что угодно, все, что вы хотите, прописывайте. И также кнопка имеет цвет заливки и цвет текста. Вы также можете выбрать, например, я хочу, чтобы у меня кнопка была вот какого-то такого цвета, а цвет текста какого-то, допустим, к примеру, оранжевого. Ну, в общем, играться можно здесь сколько угодно. Тон выбираете, допустим, посветлее, потемнее. Также смотрите, как вам больше нравится и оставляете. Если вы не хотите, то можете тон просто убрать, и вот у вас будет такой вот светленький этот. Ну, конечно, вот здесь кнопочку нужно тогда чуть-чуть потемнее сделать как-то, чтобы она не так сливалась. Ну, в общем, просто нужно играться, смотреть, как это будет выглядеть. Логотип. Вы можете его убрать, если не хотите, чтобы он отображался, либо же можете все-таки нажать и выбрать его. Как его выбрать? Точно так же загрузить по ссылке, либо же загрузить с компьютера, либо же выбрать из ранее использованного. Допустим, я хочу загрузить по ссылке, выбираю загрузить по ссылке, копирую ссылочку, вставляю ее сюда, нажимаю кнопку загрузить, и вот, ну, конечно, в моем случае на моей картинке это смотрится не очень, но вот здесь вот появится логотип. Так, дополнительный текст. Прописывайте дополнительный обычный текст на 75 символов и точно так же выбирайте цвет вашего текста. После этого мы опускаемся сюда вниз, видим домен, мы можем убрать домен, либо же оставить домен, как хотите, точно так же у него там цвет текста регулируется, вот видите, здесь домен сайта показался, допустим, я беру, вставляю его сюда, и видите, вот черненьким шрифтом получается мой домен, если он мне нужен. Возрастное ограничение, согласно требованиям законодательства, реклама определенных товаров и услуг, например, информационной деятельности, продукции детского питания должна содержать возрастную категорию 0+, 6+, 12+, 16+, 18+. То есть, если ваш товар или услуга попадает под это возрастное ограничение, то пропишите его себе вот здесь. Его точно так же видно вот в этом правом нижнем углу. Цвет текста точно так же можете выбрать, например, беленький, черненький, все в этой палитре. Дальше предупреждение, точно так же, если вы рекламируете какое-то лекарственное средство, например, или детское питание, то вам нужно будет поставить предупреждение. Точно так же вы можете выбрать цвет текста. Отображается он вот здесь вот с левой стороны внизу. Выбираете страну, на которую вы рекламируетесь, и выбираете вот здесь список предупреждений. У нас здесь есть БАД, например, не является лекарством, или же медицина. Есть противопоказания, посоветуйтесь с врачом. Также целый список про детское питание. Проконсультируйтесь со специалистом для питания детей с... И вот здесь перечислено, сколько месяцев. С на месяца и до года. Выбираете, если вам это нужно. Если не нужно, то просто убираете галочку. И внизу вставляете юридическую информацию. Это полная информация о рекламодателе, то есть ваши контакты, номер телефона, e-mail и так далее. Вот сюда прописывайте это все. Точно так же цвет текста и цвет иконки можете использовать, используя вот эту вот всю нашу палитру цветовую. Если вы не хотите это прописывать, или же вам нечего прописывать, то можете галочку просто убирать, но лучше все-таки это прописать, так как согласно требованиям, опять же, законодательства, реклама определенных товаров и услуг, то есть это лекарства, финансовые услуги и так далее, должна содержать предупреждение или дополнительную информацию. В любом случае, на всякий случай, просто прописывайте эту юридическую информацию, хуже вам от этого не будет. Вот здесь у нас есть предварительный просмотр, можем посмотреть, как наше графическое объявление будет выглядеть. И если нас все устраивает, то мы нажимаем просто создать. Если же нам что-то не нравится, или мы думаем, что нет, что-то не то, то мы можем вернуться к шаблонам и выбрать, допустим, другой шаблон из всех вот этих перечисленных. Мы видим приблизительно, как это будет все выглядеть. Следующий формат – это видеообъявления. Это короткие 15-секундные видеоролики. Вы можете создать свой собственный видеоролик и загрузить его в конструктор, либо же использовать из библиотеки обычные шаблонные видеоролики. Просто добавляете текст, заголовок и все, готов креатив для показа видеосети. Видеоролики принимаются для кампаний текстово-графических объявлений, а также рекламы мобильных приложений. А оплата производится за клик по вашей видеорекламе. Используя видео, вы улучшаете восприятие пользователям рекламы, а также вы наглядно можете показать преимущества своего товара или же услуги. Да и к тому же красочное видеообъявление привлечет гораздо больше внимания, чем просто обычное статичное изображение или же обычный сухой текст. Также учтите, что если вы выбираете видеоизображение свои собственные, а не пользуетесь шаблонами, вы таким образом помогаете сформировать у пользователей отношение к вашему бренду, а также связать какие-либо ассоциации с вашим брендом. То есть они лучше запомнят вас, ваш бренд, ваш товар и вашу услугу. Но не стоит забывать, что Яндекс использует строгие критерии видеовидимости. То есть вы должны понимать, что Яндекс засчитает просмотр вашего видеообъявления со второй секунды только при условии, если 50% экрана видимого было занято видеоплеером. Так, для создания видеообъявления мы переходим в объявление, также нажимаем добавить новое объявление и из предложенных вариантов мы сосредотачиваемся на видео. Также переходим на креатив и мы здесь можем выбрать из ранее добавленных, либо сконструировать по шаблону. Вот здесь у нас есть стандартные креативы, то есть можно просмотреть, как это будет выглядеть, предварительный просмотр. Здесь мы можем загрузить по ссылке, либо же наше видео обрезанное до 15 секунд, либо же выбрать из библиотеки. Загрузить ролик можно в формате MB4, MOV, AVI размером до 100 мегабайт и длительностью от 15 до 60 секунд. Показаны будут первые 15 секунд. Так, допустим, мы выбираем из библиотеки там какой-нибудь ролик, к примеру, нажимаем выбрать. Вот здесь можем просмотреть, как он будет у нас выглядеть. Аудиофайл мы также выбираем, либо же те, которые мы ранее использовали, либо же там у нас точно так же предлагается из библиотеки. Здесь можно прослушать его. Выбираем, прописываем также заголовок объявления. Прописываем заголовок объявления, текст объявления, домен без HTTP, без HTTPS. Также мы можем выбрать ему любой цвет нашего домена из палитр цветов. Кнопку точно так же выбираем здесь цвета. Возрастную метку ставим, если она нужна. И юридическую информацию заполняем также, если нужно. И просматриваем то, что происходит. То есть мы видим, что вот эта кнопочка, мы сможем просто на нее перейти. Если нас все устраивает, мы нажимаем на кнопку создать. Если же нам что-то не нравится, или мы хотим другой шаблон, мы нажимаем вернуться к шаблону. Здесь текст, мы как мы поняли, будет просто наплывающим. А вот здесь будет ролик с левой стороны. А с правой стороны у нас будет текст полностью. И с кнопкой перейти. И здесь мы видим, все будет вот так. И вот тут будет выглядеть вот так. С левой стороны текст, с правой стороны вот такой вот наплыв. Выбирайте понравившийся больше вам. Следующий тип это смарт-баннеры. То есть динамические товарные баннеры, которые создаются автоматически на основе вашего фида, который вы загрузили. Они также хорошо привлекают внимание потенциальных покупателей. А их оформление и интерактивность поможет вам добиться большего охвата пользователей. И также большего количества переходов по вашему объявлению. Помните, что реклама такого типа показывается индивидуально под каждого пользователя, исходя из его интересов и запросов. Они значительно упростят вам создание рекламы, ведь вам не придется подбирать ключевые фразы, продумывать каждый текст, каждое описание отдельно под каждый товар. Система все сделает за вас, сама автоматически. Просто выберите те конкретные товары, которые вы хотите рекламировать. Вы также можете настроить автоматически скачивание фида. Соответственно, ваши смарт-баннеры будут постоянно обновляться сами. И, соответственно, вы всегда будете показывать только актуальную информацию о ваших товарах для пользователей. Следующий формат это медийная реклама с оплатой за клик, где вы платите исключительно в том случае, если пользователь кликнул на вашу рекламу и перешел на ваш сайт. Вы не платите просто за показ вашей рекламы. Но при этом с помощью стратегии вы можете управлять так рекламой, чтобы добиться нужных вам целей. Если же система не смогла сформировать смарт-баннеры, у вас появится объявление, точнее уведомление, что объявления не были созданы. И в таком случае вам необходимо проверить ваш фид, чтобы он отвечал всем требованиям, чтобы его можно было скачать. И чтобы там все элементы, все, что требуется заполнить, было заполнено. То есть для всех товаров в фиде указаны требуемые поля. Также не забывайте, что для определенных товаров смарт-баннеров вы могли использовать определенные фильтры. И в таком случае нужно проверить, все ли корректно вы выполнены, все ли корректно выполнены условия, иначе товар мог просто не попасть под какой-то фильтр. И это также является одной из причин, почему смарт-баннеры не были созданы автоматически. Для создания смарт-баннеров нам необходимо переместиться вот здесь, где мы создаем компании, переместиться вот сюда, в общие списки, в креативы для смарт-баннеров. И вот здесь мы можем, либо у нас уже какие-то есть здесь смарт-баннеры, мы смотрим, либо же мы нажимаем на кнопочку «Создать креативы». И открывается вот такой вот тоже конструктор, где мы выбираем нашу тематику креативов, то есть какую услугу или товары мы продаем, что это у нас с одежды, авиабилеты, автомобили, недвижимость, отели, розничная торговля, либо что-то другое. Допустим, выбираем розничную торговлю, нажимаем «Применить». Вот здесь у нас дальше открывается такая менюшка, у нас есть макеты, которые мы можем выбрать, и, соответственно, размеры, которые нам доступны, и мы можем выбрать. Допустим, если я выбираю вот этот макет, вот этот размер, вот здесь у нас пример показывается, как это все будет выглядеть. Если я выбираю вот такой, то мы видим, что здесь будет какой-то наш товар, логотип, вот здесь будет еще целая галерея этих товаров внизу. Например, вот такой макет у нас будет два товара, при наведении на которые будет краткая информация о них, цена и кнопка, допустим, «Купить». И вот здесь вот так же мы можем двигать и переходить постепенно. Нажимаем сюда. Ну, в общем, тут их миллион-миллион разных функций. Вы просто выбираете тот, который вам нравится больше всего. И выбираете, конечно, размеры. Вот здесь вы выбираете фит свой, допустим, загруженный у нас товар. Вот здесь точно так же выбираете логотип, выбираете файл или перетаскиваете мышью свой логотип. Выбираем наш файлик. Вот здесь сразу оно появляется. Фон. Выбираем цвет фона баннера. Точно так же мы смотрим, что получается, что нам нравится или нет. Как это вообще все выглядит. Белый, не белый. Ну, то есть из палитры любой. Либо же мы можем выбирать не цвет, а целое фоновое изображение. То есть я выбираю себе какую-нибудь там, к примеру, картинку. Нажимаю. И вместо фона у меня будет вот эта вот целая картинка. Вот здесь вот видите, она подгружается. Ну, сейчас, конечно, выглядит у меня не очень для примера. Ну, чтобы вы просто понимали, что можно выбрать целую картинку вместо фонового изображения. Если у вас есть специальное предложение какое-нибудь, вы ставите здесь галочку и можете прописать его текст. Там, например, скидка 90%, к примеру. После того, как вы прописали вот это спецпредложение, будет выглядеть вот здесь вверху. Цвет текста специального предложения вы также можете менять. Например, оно будет, к примеру, красным. Цвет фона вы также можете изменить с помощью этой палитры. Например, оно там, я хочу какой-нибудь такой цвет. Или там зеленый цвет, к примеру. Цвет иконки специального предложения. То есть вот этот значок молнии также можно изменять с помощью палитры. Ссылку можете вставить специального предложения сюда. Это ссылка должна быть именно на вашем сайте, именно со спецпредложением. То есть человек, который увидит вот это вот объявление и кликнет на эту скидку, он при переходе на ваш сайт должен попасть не просто на главную страницу вашего сайта, а на страницу, где рассказывается о этом вашем специальном предложении. Что очень важно, обязательно учтите этот момент. Дальше мы видим такое интересное поле, которое называется правовая информация о специальном предложении. Что это значит? Вы должны здесь прописать конкретные условия проведения скидки. Там, например, дату начала и окончания этой скидки. Или там, начиная с какой даты действует бесплатная доставка. Ну, в общем, что-нибудь в этом роде. Например, я пишу только с 1 по 30 марта. И вот видите, это будет отображаться вот здесь вот внизу условия. Дальше переходим к заголовкам. Здесь вы прописываете... Оно подставляет автоматом заголовок. Цвет заголовка вы также можете выбирать из палитры исходя. Вот видите, принтер, пыры черно-белые можете выбирать. А если заголовок уберете, его не будет, конечно. Внизу мы прописываем цену, если хотим, если она у нас есть. Допустим, здесь мы можем выбрать префикс от либо же до. Цвет цены также выбираем с помощью вот этой палитры цветов. Там красную, черную, любую, какую вы хотите. Если у вас есть какая-то там старая цена, сейчас вы изменили цены, можете поставить галочку и написать, выбрать старую цену. Вот так вот она будет выглядеть, перечеркнутой. Скидку можете поставить, галочку, если вы делаете какую-то сейчас скидку. И точно так же переходим дальше внизу к изображению. Если хотите, то вы можете проставить рамку изображения, выбрать также ее цвет. Вот здесь вот товар, вот этот принтер. И вот эта вот черненькая, это ее рамка. Цвет фона плашки с информацией. То есть это применимо на некоторых макетах. Не на всех. И кнопка, которая у нас там купить, заказать и перейти. Вы можете писать все, что позвонить, все, что вам больше подходит. Цвет текста, цвет фона кнопки и цвет границы кнопки также меняется. Вот мы можем это увидеть прекрасно. Если вы делаете карусель, выбрали этот формат. И в карусели у вас будет несколько товаров, вы можете поставить галочку на автопрокрутку. Это значит, что прокручиваться карусель будет автоматически по заданному интервалу времени. Либо же, вот здесь внизу, интервал времени автопрокрутки карусели. Вы выставляете ее. Это в секундах. Можете там поставить 3-5 секунд. Ну, то, что вы считаете для себя оптимальным. Прокрутка по числу видимых товаров в карусели. То есть, прокручивать будутся все видимые товары за один раз. Если этот параметр не выбран, то карусель будет прокручивать по одному товару. Внизу у нас есть мозаика. Вы можете поставить галочку на автопрокрутку мозаики. И точно так же задать интервал времени ее автопрокрутки. Ну, и, конечно, правовая информация о продавце. То есть, вы вводите наименование, местонахождение ваше, ОГРН юридического лица. Или же там фамилию, имя, отчество. Либо же ОГРН ИП для индивидуального предпринимателя. Проставляете свой домен. То есть, те домены, которые используются во всех ссылках баннеров. После этого вы можете посмотреть, сколько будет создано креативов. Как они будут выглядеть. Нажимаете на кнопочку «Показать все». Вот здесь будут прокручиваться все ваши созданные креативы. Разные размеры. Вы можете убирать галочку на те размеры, которые вам не нужны. Либо же оставить все. Нажать «Сохранить». И нажать на кнопку «Создать креативы». Главное, не забывайте, что в Директе на поиске и в сетях работают совершенно разные механизмы показа объявлений и ценообразования. Поэтому лучше всего разделять компании РСЯ и компании поиска. Таким образом, вам самим же проще будет управлять рекламным бюджетом и корректировать ценообразование, бюджет рекламный. А также фильтровать минус-слова и площадки. Также совсем недавно Яндекс.Директ добавил новую функцию «Нацеливание», с помощью которой вы можете посмотреть все баннеры в РСЯ и также на внешних сайтах. Конечно, следующий логичный вопрос – это как же посмотреть свой будущий медийный баннер. Для этого вам нужно кликнуть по кнопке, которая располагается напротив баннера в правом верхнем углу Яндекс.Директа. Ваше объявление в РСЯ и внешних сетях будет доступно к видимости через 10 минут после нажатия на эту волшебную кнопку. В мастере отчета можно найти список площадок, где этот баннер уже был показан. Такая новая функция доступна только для активных кампаний и тех объявлений, которые успешно прошли модерацию. «Нацеливание» можно произвести пока что только на один баннер. «Нацеливание» работает в старом интерфейсе Директ, но скоро будет перенесено и в новый. Также помните, что при использовании «Нацеливания» показы, клики никак не будут засчитываться, поэтому это абсолютно никак не повлияет на CTR. Ну и переходим к новому пункту, это как же вообще создать эту кампанию в РСЯ. При создании новой кампании, при выборе стратегии обязательно выбирайте «В сетях», и дальше вы уже можете выбирать подходящую вам стратегию. Управлять размещением в сетях вручную достаточно тяжело, трудоемко и не особо эффективно, поэтому рекомендуем выбрать вам одну из автоматических стратегий Директ. Они работают на мощных аналитических алгоритмах, учитывают кучу разных нюансов, нюансов сайтов, поэтому вы в свою очередь можете спокойненько себе сосредоточиться на прописании текстов, ключей и бюджета. Например, можно выбрать оптимизация кликов, такую стратегию, которая поможет оптимизировать количество и стоимость кликов в рамках заданных вами. То есть это могут быть недельный бюджет или же там максимальная цена за клик. По похожему принципу работает стратегия оптимизации конверсии. Она позволяет по максимуму получить посетителей на сайт, удерживая при этом недельный бюджет или же там стоимость конверсии, или же два этих условия вместе. Чтобы управлять размещением вручную, просто выберите ручное управление ставками, и в таком случае вы самостоятельно будете менять ставки и отслеживать все, что происходит. Итак, а какие же условия таргетинга вообще доступны в РСЯ? Подбирайте ключевые слова, ориентируясь на содержание площадок. Ведь когда система захочет показать вашу рекламу, она ориентируется на то, где, когда и кому показать вашу рекламу. Поэтому не стоит ограничивать ключевые слова точным соответствием или же какими-то очень узкими словами. Лучше всего выбирать фразы, которые состоят из двух-трех слов. Например, для рекламы туристических услуг вместо фраз «горящие путевки на Красное море» или же «тур для молодоженов в Египет» лучше всего использовать «горящие путевки для молодоженов» и «отдых на Красном море». Таким образом система подберет куда больше площадок по вашим заданным ключам. Особое внимание уделите тому, что операторы ключевых слов, они не просто уточняют фразу, они еще могут отсечь целые площадки, которые на самом деле могли быть очень релевантными для вас. Поэтому будьте с операторами очень-очень аккуратны, если вы настраиваете рекламу в сетях. Что я имею в виду? Допустим, если у вас есть фраза «мебель на заказ» и вы берете ее в кавычки, то система не будет показывать вашу рекламу на тех площадках, где нет такой точно формулировки данной фразы. Но при этом на этой площадке могли себе быть спокойно такие фразы, как «мебель на заказ недорого» или же «преимущество мебели на заказ». И таким образом вы отсеяли целую релевантную для вас площадку. Также минус-слова требуют очень тщательного подхода при рекламе в сетях. Используйте их очень аккуратно и используйте именно те ключи только в тех случаях, если вы уверены, что вашей целевой аудитории на площадке, где будет использоваться то или иное слово, точно нет. Только в таком случае используйте какое-то слово в качестве минус-словия. Иначе, опять же, вы рискуете просто забраковать кучу площадок, на которых могла бы показываться реклама, которая могли бы привести вам потенциальных клиентов, но вы просто их заминусуете из-за того, что неаккуратно использовали какое-либо минус-слово. Например, если люди решили купить автомобиль, то, скорее всего, перед покупкой они будут искать отзывы о том или ином автомобиле, читать какие-то отзывы на форумах, там, например, владельцев этого автомобиля и так далее. Поэтому, если же вы хотите показываться все-таки людям, которые хотят купить автомобиль на каких-то площадках, то не стоит отминусовывать такие фразы, как форумы, отзывы. Ну, вы поняли. Итак, чтобы добавить ключевые слова, все на самом деле очень просто. Ну, допустим, мы добавляем новую группу объявлений, создаем, загружается наша рабочая область. И чтобы добавить ключи, вот здесь есть целое поле, ключевые фразы и минус-фразы. Если вы не знаете, как конкретно подобрать фразы правильно, то вот здесь есть сносочка, как правильно подобрать фразы, при нажатии на которую, вы попадете на справку Яндекс.Помощи и можете почитать более подробнее про это. Все, что вам нужно сделать, это добавить ключевые фразы, учитывая все мои советы, которые я вам рассказала уже до этого. После того, как вы их сюда записали, вы можете выбрать прогноз и уточнение. Здесь вы видите фразу, сколько раз ее запрашивали. Можете уточнить. Вы увидите, что прогноз показа в месяц, какую цифру составляет. Чтобы уточнить ключевую фразу, вы можете отметить минус-словам, например, там, Москва, к примеру, да. И прогноз показа в месяц у нас уже будет изменяться. И вы можете нажать на галочку, добавить, то есть у вас сразу уже будет с минус-фразой, с минус-москвой. Также не забывайте использовать автотаргетинг. Это технология, которая не использует ключевые слова. Она просто анализирует ваше объявление, вашу целевую страницу и делает вывод, будет ли интересно и полезно ваше объявление пользователю, который задал тот или иной вопрос. Или же подходит оно для той или иной площадки, которую посещают те или иные пользователи. Таким образом, она работает практически автоматически. И вам не нужно задумываться над ключевыми словами, подбирать их. И в принципе, она хорошо работает для тех пользователей, которых сложно как бы выловить при помощи именно ключевых фраз. Для подбора объявления в сетях автотаргетинг использует известную информацию о пользователях. Если же такой информации становится недостаточно, допустим, пользователь зашел с нового неизвестного устройства, или же совсем недавно почистил файлы и куки, в таком случае автотаргетинг будет ориентироваться на тематику площадки. Например, объявление о продаже туров на Марс сможет показываться тем пользователям, которые интересовались тематикой космоса. Все что угодно гуглили или смотрели на тему космоса. Но если такой информации о пользователе не будет найдено, в таком случае вашу рекламу сможет увидеть пользователь на тематических сайтах, связанных с космосом. Автотаргетинг работает параллельно с ключевыми фразами. И ключевая фраза будет иметь приоритет при автотаргетинге. Поэтому не забывайте об этом. Но не стоит волноваться, так как статистика по автотаргетингу будет учитываться отдельно и показываться отдельно. Почему же так полезно включать автотаргетинг, спросите вы. Ну, во-первых, ключевые фразы, если вы показываете рекламу по ключевым фразам, помогают нацелиться только на тех пользователей, которые интересовались чем-то похожим, вбивая в так или иначе данные ключевые фразы. Автотаргетинг же мыслит, если это можно так сказать, шире. Он не опирается на конкретные формулировки, на конкретные ключи и может расширить аудиторию просто благодаря тому, что он подбирает показ вашей рекламы тем пользователям, которые интересовались похожими подобными товарами или же услугами. И таким образом вы расширяете аудиторию вот просто так, без заморачивания над ключевыми словами и продумыванием дня из-за дня в день, какие же ключи нужно включить для того, чтобы показаться той или иной аудитории. Если же средняя цена конверсии для автотаргетинга слишком высокая, а рентабельность слишком низкая, просто понижайте ставку для автотаргетинга. Чтобы добавить автотаргетинг при создании новой группы, вам нужно всего лишь просто перетащить ползунок в правую сторону. И все, использовать автотаргетинг у вас активирован. Как сделать это на самом деле очень-очень просто. Не забывайте использовать аудиторию с краткосрочным интересом. То есть показывать вашу рекламу тем пользователям, которые интересовались данной услугой или данным товаром, данным предложением, чуть ли не вот здесь и сейчас, ну буквально там на днях. Например, показывайте рекламу на распродажу авиабилетов или же скидки на летнюю одежду тем людям, которые, к примеру, сейчас собираются в отпуск. Показы по краткосрочным интересам возможны при помощи технологии крипта. Она анализирует поведение пользователей в интернете и выявляет их принадлежность к той или иной группе. Для этого крипта использует анализ поведения тех или иных людей, которые входят в эту группу. То есть в какое время суток они входят в сеть, какие слова они используют в запросах, на каких сайтах они чаще всего сидят. Краткосрочные интересы определяются по заданным запросам, а также по недавно посещенным сайтам. Данные об интересах обновляются в режиме реального времени. Настроить показ по краткосрочным интересам можно для текстово-графических объявлений. В группе объявлений в блоке профиль пользователей укажите название аудитории. Дальше просто отметьте набор интересов, которым бы вы хотели показываться. Но учтите, что можно использовать не более трех наборов. Они должны быть объединены между собой оператором И. А вот если вы выберете блок интересов, которые объединены союзом или, в таком случае вы можете выбрать не более десяти наборов интересов. Допустим, вы хотите предложить набор, точнее не набор услуг, а просто услуги своего детского клуба тем мамам, которые стремятся выйти на работу и ищут для себя няню. Если же вы выберете два этих интереса в одном наборе, то вы будете показываться либо же тем людям, которые ищут работу, либо же тем людям, которые ищут няню. А вот если же вы хотите показываться одновременно и тем, кто ищет работу, и тем, кто ищет няню, вам нужно выбрать два разных набора. Помните, что в дереве интересов обобщающий интерес он шире, чем совокупность вложенных интересов. Например, интерес такой, как музыка, он ведь не только объединяет тех пользователей, которые интересуются музыкальными инструментами или концертами, он также включает в себя тех пользователей, которые просто используют какие-то сервисы по прослушиванию музыки. Используйте интересы как самостоятельные условия показа или же сочетайте их вместе с ключевыми словами, чтобы расширить свою аудиторию. Подключить интересы можно в Яндекс.Директе или же через АПИ. А в командоре изменения произойдут чуточку позже и нужно немного подождать. Краткосрочные интересы находятся все в том же окошке, там, где вы создаете группу объявлений, вот здесь есть профиль пользователя. Вот вы его разворачиваете, называете там аудитория, например, автозапчасти, к примеру, да. И вот здесь мы видим интересы. Так, смотрим, здесь их куча. Нам нужно открывать каждый, чтобы посмотреть. Вот, например, транспорт, авто, автозапчасти и аксессуары, да. Я их выбираю. Я могу добавить еще два набора интересов. То есть, если я выбираю второй набор интересов, тоже, допустим, там, связан с транспортом, с авто, но они интересуются там автомобилями бизнес-класса. Ну, соответственно, будет реклама показываться и тем людям, которые интересуются автозапчастями и аксессуарами, и тем, которые интересуются автомобилями бизнес-класса. Если же я в наборе интересов один выберу автозапчасти, аксессуары, а также автомобили бизнес-класса, то либо тому, либо тому будет эта реклама показываться. И после того, как я сделала эти манипуляции, нажимаю всего лишь кнопочку «Готово». Не забываем также о ретаргетинге и подборе аудиторий. Это способ, с помощью которого можно показать нашу рекламу интересующим нас пользователям. То есть, допустим, тем посетителям нашего сайта или же конкретным посетителям нашего сайта, которые, допустим, положили товар в корзину. Выбрать таких пользователей можно с помощью Яндекс.Метрики и также Яндекс.Аудиторий. Также напомню вам, что объявления, которые касаются деликатных тем, например, здоровья или же там всяких взрослых романтических подарков, или там всяких интимных штук, они не показываются для ретаргетинга. Условия ретаргетинга и подбора аудитории представляют собой комбинацию, с помощью которой вы описываете интересующую вас аудиторию. А описываете вы ее с помощью Яндекса.Метрики или Яндекс.Аудиторий. Поэтому, прежде всего, вам придется наладить работу с ними и задать условия именно в них, чтобы дальше использовать их в своей компании. Так, с условиями ретаргетинга изначально вот в этом меню, где вы вообще можете создать компанию и так далее, вы переходите вниз в общие списки. Конечно, если вы хотите создать там на всех пользователей или на пользователей, которые там посещали определенное количество по времени ваш сайт, вам необходимо обязательно иметь счетчик метрики, обязательно его связывать и обязательно его прописывать в компаниях. Если у вас все это есть, мы переходим в ретаргетинг и аудитории. И здесь у нас открывается список условий ретаргетинга и аудитории. Вам нужно нажать на новые условия. Здесь вы называете его так, чтобы было понятно. Например, там, посетил сайт, да, к примеру. И нужно, выбираем набор правил, то есть, либо выполнила хотя бы одно из условий, либо же обязательно все и то, и то, либо же не выполнила никакое. И мы выбираем здесь, либо же это у нас будет из цели метрики, либо же из сегмента метрики, либо же из сегмента аудитории. Если же мы выбираем цель метрики, то, например, мы сначала, конечно, изначально в метрике прописываем все наши условия, не забываем. И потом уже вот здесь вот все эти условия подтянутся. Мы выбираем, например, посетил сайт. Здесь за, там, 90 дней, к примеру, да, и нажимаем просто сохранить. Ну и вот здесь, конечно, еще будет прогнозированное количество посетителей. Например, 33 тысячи нам предлагает. И мы нажимаем сохранить. Либо же сегмент аудитории выбираем, ну если у нас, конечно, создана какая-то аудитория. По поводу аудитории, то вот здесь вот у нас есть три такие черточки. Вот здесь при ее раскрытии у нас есть аудитории. Мы попадаем в Яндекс аудитории. У нас здесь есть сегменты. И чтобы нам создать новый какой-то сегмент, который нас интересует, нам нужно нажать на кнопку создать сегмент. Здесь мы, также открывается такое меню, где мы можем выбрать на основании каких вообще данных мы будем создавать этот сегмент. Допустим, это будет Яндекс.Метрика или же это, к примеру, будет геолокация. Вот интересует меня конкретно какое-то там гео, ну, к примеру, да. Я выбираю, допустим, тип геолокации. Выбираю здесь радиус там плюс-минус там 2 километра или там 2,9 километра. Аудитория регулярно посещает, живет, работает или там сейчас находится, или была там сколько-то дней за неделю, к примеру, да. И добавляю местоположение. Допустим, там найти, к примеру, Москва, там, я не знаю, Братская улица. Нажимаю кнопку найти, ничего не найдено. Так. Ну, допустим, допустим, Москва, улица Ленина. Ну, или, допустим, вот я здесь что-то выбираю, добавляю и нажимаю Создать сегмент. А, ну, еще, конечно, называй сегмент. Ну, кстати, по аудиториям это будет занимать около еще пару часов, будет обрабатываться эта аудитория, прежде чем она станет доступна в списке условий. После того, как мы сделали здесь список условий, мы переходим в нашу, возвращаемся к компанию. Мы переходим в нашу компанию, нажимаем Редактировать группу, допустим. Если вы уже создали группу, если не создали, то в процессе создания группы можно это все выбрать. И выбираем, вот здесь есть ретаргетинг и подбор аудитории. И вот здесь будут выводиться все те условия, которые у нас есть. Мы нажимаем Добавить условия и выбираем, там, допустим, Успешный заказ, к примеру, и нажимаем Сохранить. Или там добавляем еще какое-то правило, или Сегмент метрики, или Сегмент аудитории. Нажимаем просто, а, да, еще Успешный заказ, обязательно не забываем нажать, как оно называется, нажимаем Сохранить. И вот здесь просто тоже нажимаем кнопку Сохранить. Я думаю, что вас, конечно же, интересует, как привлечь пользователей с помощью ваших объявлений. То есть, как сделать ваше объявление более кликабельными. Для того, чтобы привлечь пользователя, который сидит на сайте, заинтересован там чем-то на сайте, и вот ваше объявление такое вот тут ему выскакивает, и вы хотите, чтобы он его заметил, обратил на него свое внимание и даже перешел, конечно же, по нему, то вам нужно делать свое объявление ярким, чтобы оно как бы бросалось в глаза. Если вы там что-то описываете, то есть в текстовом формате, то не нужно это делать слишком сухо. Проявите немного какого-то креатива, опишите как-то так, чтобы это зацепило, чтобы прям, ну, захотелось действительно перейти на ваш сайт с помощью этого объявления. То есть, конечно, пишите яркие эмоциональные посты, но не переборщите, потому что все-таки реклама должна быть понятной, пользователь должен понимать, какую услугу или товар вы рекламируете, что вы ему предлагаете и что он получит. Некоторые отдельные слова в объявлении могут значительно влиять на эффективность объявления. Это называют такими продающими добавками. Но учтите тот факт, что, например, на поиске эти добавки, так скажем, они могут повышать CTR вашего объявления и кликабельность, и в то же время эти же слова, а в сетях могут наоборот их снижать. Вот такой пример некоторых продающих добавок, которые хорошо работают для сетей. Например, слово возьмите. Если вы его употребляете в тексте или же в заголовке объявления, оно может повысить CTR вашего объявления на 0,9%. А вот такие слова, как заходите, возьмите, выбирайте, они могут повысить CTR на 0,5%. Слова, связанные с реальной реальностью, могут повысить CTR до 0,7%. А слова, производные от слова первоклассный или же с добавкой экстра, могут повысить CTR на 0,3%. Приставка Mega или Ultra повышает CTR на 0,2%. Согласитесь же, что неплохо. Ну, конечно, я повторюсь, но обязательно используйте дополнительные возможности в объявлении, потому что часто клиент их просто пропускает. То есть обязательно выбирайте красочное, хорошее, релевантное изображение к вашему объявлению. Это повышает в разы уровень того, что на него кликнут. И пользователю будет понятнее посмотреть наглядно, что вы ему предлагаете, что он получит. Также обязательно используйте виртуальную визитку. Вот действительно не пренебрегайте этим, потому что это же дает дополнительную информацию для клиента. Он может позвонить вам, он может увидеть, где вы располагаетесь. Возможно, он захочет приехать, если увидит физический адрес. И, конечно, быстрые ссылки тоже очень важный элемент, потому что вы таким образом помогаете пользователю сократить свой путь до нужных ему страниц. То есть ему не придется перерывать весь сайт в поиске нужной информации. Он сразу увидит эту дополнительную ссылку, например, там раздел контакты, и сразу же кликнет по ней и перейдет. Ну а теперь переходим к важной и интересной теме, сколько же стоит клик в RSE. На поисковых площадках RSE работают те же настройки, что и для поиска в Яндексе. На тематических площадках RSE и внешних сетях ситуация зависит от конкурентноспособности, от аудитории, которая посещает, от того, именно сейчас конкретно эта площадка подходит под ваши объявления или же нет. При использовании большинства стратегий в директе пользователь всегда может регулировать стоимость клика, задавать там недельные бюджеты, дневные бюджеты и так далее. Ну самое приятное это то, что реальная стоимость клика в сетях, как правило, значительно-значительно ниже, чем на поиске. Чтобы менять ставки в RSE компании, мы заходим в нашу компанию, в наши группы. Вот здесь мы можем в этой области назначать ставку, там не более, допустим, 15 рублей. Вот здесь мы будем видеть охват аудитории, что нам рекомендуется. То есть, к примеру, если я поставлю ставку 14 рублей, как мне здесь рекомендуется, то я получу 100% охвата. То есть каждый раз мое объявление будет показываться. Если же я поставлю там ниже какую-то там ставку, например, допустим, здесь вот, да, мы видим 20 рублей 30 копеек 100% охвата, то есть я каждый раз буду показываться. Если я поставлю 14 рублей, то, скорее всего, я буду показываться через раз, будет показываться мое объявление. Есть довольно редкие запросы, например, запчасти для иномарок, интернет-магазин, и Яндекс.Директ не может посчитать, какую стоимость мне нужно заплатить для того, чтобы я получила каждый раз показы или там через раз, ну и так далее. И тут стоят прочерки, соответственно. Но, несмотря на это, все равно ваше объявление показываться будет, и клики даже оно там вам приносить также будет. Массово вы можете для всего объявления назначить вот здесь вот ставку там любую, и просто нажать сохранить, применить, и все. Конечно же, CTR на поиске, CTR в сетях самой компании, он отличается. И, как бы, если 10% CTR на поиске, это хорошо и нормально, то вот мы видим, например, CTR 0,5% или 1% в РСЕ. И, как бы, вопрос, это ок или не ок, и какой же CTR считается нормальным для РСЕ. Характер коммуникаций в тематической рекламе иной, чем на поиске. CTR объявлений в сетях не влияет на стоимость клика в сетях на поиске РСЕ и на поиске в Яндексе. Обычно оптимальный CTR в сетях считается в промежутке от 0,5% до 1%. Ну, так как мы разобрались с вами, что реклама в сетях показывается на конкретных площадках, соответственно, мы можем запретить какие-то площадки, на которых мы не хотим показываться, которые нам неинтересны. Вы можете это сделать, но не больше тысячи площадок. Плюс ко всему, на площадках, связанных с Яндексом и Mail.ru, запретить показы нельзя, просто невозможно. Также в начале марта Яндекс сообщил о том, что он меняет правила блокировки площадок. И теперь площадка, если даже находится в заминусованной, но Яндекс считает, что она хорошая, тематическая, то показы все равно будут в принудительном порядке продолжаться на ней. В такой список площадок входят сайты на турбо-страницах, а также собственные проекты Яндекса. Кстати, перейдем к самым распространенным сейчас вопросам. Первый из них это, почему же мои объявления с гео-таргетингом могут показываться на площадках с другим совершенно гео. Ну, конечно, интернет у нас среда открытая, и любой пользователь с любого уголка мира может заходить абсолютно на любой сайт, который находится в любом регионе. Но, если вы задали конкретное гео, то ваша реклама будет показываться тем посетителям, которые сейчас находятся в конкретном гео. Также иногда вы можете заметить, что иногда не показывается адрес и телефон. Иногда просто система может показывать адрес или же телефон из визитки, а также может показываться приблизительное расстояние до вашего места назначения, если пользователь находится где-то близко, где-то там в районе двух километров от вас. Какие дополнительные скрытые требования могут повлиять на прохождение модерации? Совершенно далеко не всегда объявления могут пройти модерацию, и давайте же разберем, почему это происходит. Смотрите, если ваш бизнес принадлежит к следующим категориям, например, медицинские услуги, медицинские средства, какие-либо БАДы, услуги, связанные с Форексом, с криптовалютой, или же какие-либо услуги, которые связаны с какими-либо возрастными ограничениями. Если вы в этом списке сейчас нашли себя, тогда советую дослушать меня до конца. В рекламу медицинских изделий, медицинских средств, всяких всевозможных БАДов, оружия, возрастных ограничений нужно обязательно добавлять такой дисклеймер. То есть предупреждение, например, посоветуйтесь со своим лечащим врачом, или же не является лекарством, или же рекомендовано с 11 месяцев, если это что-то касается детского питания. В текстовые объявления такие предупреждения будут добавляться автоматически, а вот в графические вам придется добавить самостоятельно. Категории определяются автоматически на основе содержания текста, описания, самой страницы, куда вы ведете рекламу, а также быстрых ссылок и уточнений. То есть, допустим, вы не рекламируете сейчас никакое лекарственное средство, лекарство, там, медицинское что-то, но вы используете, например, дополнительную ссылку, которая ведет на какое-то лекарственное средство, или же там в тексте этой дополнительной ссылки используете такие слова, и, соответственно, предупреждение все равно автоматически будет выведено для этого объявления. Но часто бывает такое, что вы рекламируете товар, который не попадает ни в одну из перечисленных категорий, которая либо запрещена, либо же допущена с ограничениями, но все равно иногда бывает такое, что вы заходите и видите, что группа объявлений, само объявление написано, что ограничение и так далее. И в таком случае обязательно обращайтесь через форму обратной связи к специалистам, чтобы они рассмотрели вашу заявку, отправили на ручную модерацию, и, скорее всего, если все ок, то объявление пройдет модерацией. Ну, в любом случае, если что-то там не так, вам обязательно напишут об этом на почту. Отметка 18+, должна быть добавлена абсолютно ко всем рекламам, которые рекламируют какую-то информационную деятельность, например, кино, журналы, фильмы, ну и так далее. Если же вы рекламируете детское питание, то должна быть пометка, проконсультируйтесь со специалистом для ведения прикорма или питания, что-то такое, с 11 месяцев. Ну и, я думаю, такой вопрос, который интересует всех, а могу ли я связаться с техподдержкой Яндекс.Директа в режиме онлайн, то есть в режиме реального времени, как это реализовано в Google AdWords. И тут есть хорошие новости, так как с 1 ноября клиентская поддержка Яндекса.Директа стала круглосуточной. Теперь пользователи сервисов Яндекса для бизнеса смогут задавать свои вопросы, консультироваться онлайн, получать советы по настройке и оптимизации своих компаний. Менеджеры Яндекса будут помогать без перерыва и без выходных во все круглосуточно, во всех часовых поясах России, Беларуси и Казахстана. Если для вас эта информация была интересной, полезной, то обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, ведь мы выпускаем очень часто полезные и интересные ролики и стараемся держать вас всегда в курсе новых событий. Также вступайте в нашу группу на Telegram-канале, подписывайтесь на наши аудиоподкасты, ставьте нам лайки, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии и делитесь с друзьями и коллегами нашими роликами и аудиоподкастами. До новых встреч и хороших вам продаж! Субтитры создавал DimaTorzok